В начале 2010 года группы ученых начали проводить исследования в глубинах Антарктиды. Их целью было изучение ледников, которые скрывали в себе не только древние климатические данные, но и возможные артефакты. На протяжении десятилетий Антарктида оставалась белым пятном на карте археологии, и вот в процессе работы они наткнулись на нечто удивительное. С помощью радара и других высокотехнологичных устройств им удалось обнаружить под многокилометровым слоем льда структуру, напоминающую стены древнего города. Это открытие породило множество вопросов о том, кто мог построить этот загадочный город и когда. Согласно предварительным данным, возраст найденной структуры может превышать несколько тысяч лет. Эта информация шокировала ученых. Как могла цивилизация возникнуть в таком суровом климате, где температура опускается ниже минус 40 градусов по Фаренгейту? Первоначальные исследования показали, что строения, вероятно, были выполнены из неизвестного на данный момент материала, который способен был выдерживать экстремальные условия. Группа исследователей, возглавляемая профессором Джоном Смитом, начала планировать дальнейшие раскопки. Первые результаты были многообещающими. Под льдом скрывались не только стены, но и различные конструкции, которые указывали на высокую степень развития. Они заметили, что некоторые здания имели необычные формы, что также подтверждало мысль о том, что это может быть не просто укрытие, а полноценный город, возможно, даже с развитой системой водоснабжения и канализации. Вскоре команда пришла к выводу, что необходимо провести более детальное исследование артефактов, которые могли бы пролить свет на загадку. Ученые начали извлекать из-под льда различные предметы – керамические сосуды, инструменты и даже останки животных. Эти находки подтверждали, что здесь действительно когда-то существовала жизнь. Кроме того, в некоторых местах были обнаружены следы, которые могли быть оставлены древними жителями, но их анализ только поднимал новые вопросы. Ученые столкнулись с проблемой – как защитить находки от таяния льда. В условиях, когда температура начала повышаться, им пришлось спешно разрабатывать методы консервации артефактов. Их усилия стали настоящим испытанием на прочность, ведь любое неосторожное движение могло привести к необратимым последствиям. Многие объекты, извлеченные из-под льда, были хрупкими и крайне деликатными. С каждым новым открытием ученые становились все более уверенными в том, что эти находки могут полностью изменить наше представление о древних цивилизациях. Лед, который веками скрывал эти артефакты, стал своеобразным хранителем истории, оживляя мифы о забытых народах. Однако вопросы о том, каким образом люди могли выжить в таких условиях, оставались без ответов. Как они строили свои дома и какие технологии использовали? Анализируя архитектурные элементы, исследователи начали выделять уникальные черты, которые не были присущи известным на тот момент культурам. Некоторые детали указывали на влияние различных цивилизаций, что еще больше запутывало ситуацию. С каждым днем открывались все новые и новые тайны. Команда понимала, что столкнулась с чем-то гораздо большим, чем просто руины. Это был целый мир, будто застывший во времени. Тем временем в научных кругах начали активно обсуждать результаты раскопок. Некоторые эксперты высказывали сомнения, утверждая, что это всего лишь обман зрения или естественные образования, но факты говорили сами за себя. Неожиданные открытия становились темой горячих дебатов, и даже те, кто скептически относился к этому, начали пересматривать свои взгляды. На фоне этих событий исследователи начали догадываться о том, что могут находиться на пороге революционного открытия. Древний город под льдами Антарктиды обещал не только новые знания, но и возможность узнать о человеческой истории, которую мы считали законченной. Вопрос о том, как могла существовать эта цивилизация в таких экстремальных условиях, вскоре стал центральным в их исследованиях. Следующие шаги команды откроют еще более невероятные тайны, которые заставят нас взглянуть на наше прошлое с новой перспективы. С каждым новым слоем льда, который исследовали ученые, раскрывались все более захватывающие находки. В процессе раскопок они начали извлекать артефакты, которые оставляли их в полном восторге и недоумении. Открытия варьировались от керамических сосудов, украшенных сложными узорами, до инструментов, которые, казалось, были созданы с высоким уровнем мастерства. Некоторые находки выглядели так, словно они были сделаны совсем недавно, хотя все указывало на то, что они были погребены под толщей льда миллионы лет назад. Особое внимание привлекли останки животных. В то время как большая часть фауны Антарктиды вымерла и была заменена современными видами, находки указывали на существование разнообразных экосистем. Ученые извлекли останки позвоночных, которые не были известны в этом регионе. Это открытие стало настоящим шоком. Как могла существовать такая жизнь в условиях, которые сегодня кажутся невыносимыми? Анализ ДНК показал, что эти существа, вероятно, были генетически адаптированы к экстремальным холодам, обнаруживая невероятную способность выживать в условиях, которые сегодня кажутся непосильными. Одна из самых интригующих находок – это предмет, напоминающий амулет, выполненный из неизвестного металла. Его поверхность была покрыта странными символами, которые напоминали иероглифы, но ни один из известных языков не мог объяснить их значение. Ученые пытались расшифровать эти знаки, понимая, что каждая буква может раскрыть ключ к пониманию культуры этой загадочной цивилизации. В то время как некоторые эксперты предлагали современные методы анализа, другие полагали, что необходимо привлекать специалистов по древним языкам. Исследователи также наткнулись на удивительные строительные конструкции, которые выглядят как часть сложной инфраструктуры. Некоторые из них походили на старинные акведуки, которые, казалось, обеспечивали подачу воды к зданиям. Это открытие ставило под сомнение догадки о том, что цивилизация, которая могла создать подобные сооружения, была примитивной. Эти артефакты говорили о высоком уровне инженерии и понимании природных ресурсов, что указывало на то, что обитатели этого города обладали знаниями, которые в настоящее время могли бы соперничать с современными технологиями. Ученые были поражены и другими находками. Среди них были различные предметы быта, такие как украшения, посуды и даже остатки пищи. Это открытие подтвердило, что древние жители не только выживали, но и создавали культуру, занимаясь искусством и ремеслом. Каждая находка добавляла новые слои к пониманию жизни в этом древнем городе. Сравнивая артефакты с теми, что были найдены в других известных цивилизациях, исследователи начали отмечать уникальные черты, которые вызывали больше вопросов, чем ответов. В то же время, несмотря на все успехи, исследователи столкнулись с даже серьезными проблемами. С каждым новым открытием условия для раскопок становились все более сложными. К началу 21 века температура в регионе начала повышаться, и лед, который долгое время сохранял артефакты, начал таять. Это создало угрозу для находок, и ученым пришлось разработать экстренные меры для консервации найденных предметов. Они использовали специальные технологии, чтобы защитить артефакты от воздействия окружающей среды, что стало настоящим испытанием для всей команды. Научный и общественный интерес к находкам рос, и вскоре они стали предметом обсуждений не только среди ученых, но и в широкой общественности. Некоторые скептики продолжали утверждать, что это всего лишь природные образования, которые ошибочно были приняты за артефакты. Однако факты оставались на стороне исследователей. Каждый новый штрих, каждая находка подтверждала, что под ледяной пустыней скрывается нечто удивительное. Скоро исследователи осознали, что они находятся на пороге открытия, которое может изменить не только представление о древних цивилизациях, но и о человеческой истории в целом. Как могла существовать такая развитая культура в условиях, которые сегодня кажутся совершенно непригодными для жизни? Ответы на эти вопросы стояли перед ними, и каждое новое открытие приближало их к пониманию. Тайны, которые скрывались под слоями льда, готовились раскрыться, открывая дверь в мир, о котором мы могли только догадываться. С каждым новым слоем льда, который исследовали ученые, раскрывались все более захватывающие находки. В процессе раскопок они начали извлекать артефакты, которые оставляли их в полном восторге и недоумении. Открытия варьировались от керамических сосудов, украшенных сложными узорами, до инструментов, которые, казалось, были созданы с высоким уровнем мастерства. Некоторые находки выглядели так, словно они были сделаны совсем недавно, хотя все указывало на то, что они были погребены под толщей льда миллионы лет назад. Особое внимание привлекли останки животных. В то время как большая часть фауны Антарктиды вымерла и была заменена современными видами, находки указывали на существование разнообразных экосистем. Ученые извлекли останки позвоночных, которые не были известны в этом регионе. Это открытие стало настоящим шоком. Как могла существовать такая жизнь в условиях, которые сегодня кажутся невыносимыми? Анализ ДНК показал, что эти существа, вероятно, были генетически адаптированы к экстремальным холодам, обнаруживая невероятную способность выживать в условиях, которые сегодня кажутся непосильными. Одна из самых интригующих находок – это предмет, напоминающий амулет, выполненный из неизвестного металла. Его поверхность была покрыта странными символами, которые напоминали иероглифы, но ни один из известных языков не мог объяснить их значение. Ученые пытались расшифровать эти знаки, понимая, что каждая буква может раскрыть ключ к пониманию культуры этой загадочной цивилизации. В то время как некоторые эксперты предлагали современные методы анализа, другие полагали, что необходимо привлекать специалистов по древним языкам. Исследователи также наткнулись на удивительные строительные конструкции, которые выглядели как часть сложной инфраструктуры. Некоторые из них походили на старинные акведуки, которые, казалось, обеспечивали подачу воды к зданиям. Это открытие ставило под сомнение догадки о том, что цивилизация, которая могла создать подобные сооружения, была примитивной. Эти артефакты говорили о высоком уровне инженерии и понимании природных ресурсов, что указывало на то, что обитатели этого города обладали знаниями, которые в настоящее время могли бы соперничать с современными технологиями. Ученые были поражены и другими находками. Среди них были различные предметы быта, такие как украшения, посуды и даже остатки пищи. Это открытие подтвердило, что древние жители не только выживали, но и создавали культуру, занимаясь искусством и ремеслом. Каждая находка добавляла новые слои к пониманию жизни в этом древнем городе. Сравнивая артефакты с теми, что были найдены в других известных цивилизациях, исследователи начали отмечать уникальные черты, которые вызывали больше вопросов, чем ответов. В то же время, несмотря на все успехи, исследователи столкнулись над серьезными проблемами. С каждым новым открытием условия для раскопок становились все более сложными. К началу 21 века температура в регионе начала повышаться, и лед, который долгое время сохранял артефакты, начал таять. Это создало угрозу для находок, и ученым пришлось разработать экстренные меры для консервации найденных предметов. Они использовали специальные технологии, чтобы защитить артефакты от воздействия окружающей среды, что стало настоящим испытанием для всей команды. Научный и общественный интерес к находкам рос, и вскоре они стали предметом обсуждений не только среди ученых, но и в широкой общественности. Некоторые скептики продолжали утверждать, что это всего лишь природные образования, которые ошибочно были приняты за артефакты. Однако факты оставались на стороне исследователей. Каждый новый штрих, каждая находка подтверждала, что под ледяной пустыней скрывается нечто удивительное. Скоро исследователи осознали, что они находятся на пороге открытия, которое может изменить не только представление о древних цивилизациях, но и о человеческой истории в целом. Как могла существовать такая развитая культура, в условиях, которые сегодня кажутся совершенно непригодными для жизни? Ответы на эти вопросы стояли перед ними, и каждое новое открытие приближало их к пониманию. Тайны, которые скрывались под слоями льда, готовились раскрыться, открывая дверь в мир, о котором мы могли только догадываться. Древние жители подледного города, безусловно, были удивительными мастерами выживания. Как именно они смогли адаптироваться к таким суровым климатическим условиям? Все указывает на то, что у них были уникальные технологии и средства, позволяющие им преодолевать сложности, с которыми сегодня сталкиваются лишь немногие народы. Во-первых, исследователи отметили, что строения древнего города имели продуманные архитектурные решения. Некоторые здания были построены с учетом особенностей климата, возможно, с использованием специальных технологий, которые позволяли сохранять тепло. Стены, обнаруженные под слоем льда, были толстыми и, вероятно, выполнены из материала, обладающего исключительными изоляционными свойствами. Это позволяло жителям поддерживать приемлемую температуру внутри помещений даже при низких температурах снаружи. Таким образом, они могли создать комфортные условия для жизни, несмотря на окружающий холод. Во-вторых, находки также указывают на то, что у древних жителей была развита система управления водными ресурсами. Ученые обнаружили остатки акведуков и других водопроводных систем, которые обеспечивали подачу воды к домам и, возможно, даже к общественным сооружениям. Это открытие указывает на наличие технологий, позволяющих эффективно использовать и распределять ресурсы. Жители могли собирать и хранить снег и лед, который затем использовали в качестве источника питьевой воды. Таким образом, они адаптировались к условиям, в которых водные ресурсы были ограничены. Также стоит отметить, что найденные останки животных показывают наличие сложной экосистемы. Следы генетической адаптации к холодным условиям были заметны у местной фауны. Это говорит о том, что местные жители умели охотиться и разводить животных, которые были не только приспособлены к холодному климату, но и служили источником пищи. Останки крупных млекопитающих указывают на то, что древние жители могли использовать шкуру и мясо животных для защиты от холода и обеспечения своих потребностей в питательных веществах. Исследователи также обратили внимание на находки, которые свидетельствовали о создании термических источников. В некоторых местах были обнаружены следы нагревательных систем, которые могли использоваться для обогрева помещений. Возможно, жители применяли дрова или даже другие источники топлива, чтобы поддерживать тепло в своих домах. Это открытие добавляет еще одну грань к пониманию того, как они могли выживать и создавать комфортную среду. Кроме того, нашлись и привычные для многих древних цивилизаций элементы, такие как инструменты и орудия труда, которые показывают, что жители были мастерами в производстве необходимого. Ученые смогли найти керамические изделия и утварь, которые, судя по всему, использовались для приготовления еды и хранения ресурсов. Это говорит о том, что у них была развита культура ведения домашнего хозяйства, что играло ключевую роль в их выживании. Древние жители также могли использовать различные методы охоты и сбора пищи. Следы охотничьих угодий, найденные в окрестностях, показывают, что они знали, когда и как добывать пищу. Это указывало на наличие глубоких знаний о местной флоре и фауне. Ученые предполагают, что они могли использовать примитивные, но эффективные ловушки и орудия для ловли рыбы и других животных, что обеспечивало их пропитание. Такое сочетание технологий и адаптации к окружающей среде позволяло древним жителям существовать даже в условиях, которые сегодня кажутся совершенно невыносимыми. Они использовали свои знания о природе, чтобы создать процветающую цивилизацию, которая могла противостоять вызовам времени. Ученые начинают понимать, что эти находки могут изменить представление о том, как люди в прошлом справлялись со суровыми условиями и как технологии могут развиваться в зависимости от потребностей конкретной культуры. Хотя много вопросов остается без ответов, каждое новое открытие подводит исследователей к более глубокому пониманию того, какой была жизнь в этом загадочном городе. Вскоре станет ясно, что это не просто история о выживании, это миф о культуре, которая была поразительно высокоразвитой для своего времени. Как и прежде, тайны, скрывающиеся под льдами Антарктиды, продолжают вызывать интересы и вопросы. Каждая находка открывает новую страницу в древней истории и заставляет взглянуть на человеческое прошлое иначе, чем когда-либо прежде. Загадка, связанная с древним городом, найденным под льдами Антарктиды, продолжает развиваться, и новые открытия обостряют интерес к этому месту. Несомненно, находки, сделанные учеными, могут изменить наши представления о человеческой истории. В процессе раскопок исследователи наткнулись на множество удивительных артефактов, которые не просто подтверждают существование цивилизации, но и ставят под сомнение традиционные представления о том, как могли развиваться культуры в экстремальных условиях. Одной из самых интригующих находок стали остатки сложной инфраструктуры. Ученые обнаружили системы каналов, которые, похоже, использовались для транспортировки воды. Эти каналы были построены с высокой точностью и показывали, что жители города обладали выдающимися инженерными навыками. Такие технологии, как управление водными ресурсами, были необходимы для выживания в условиях, где доступ к воде был ограничен. Это открытие подтвердило идею, что цивилизация, существовавшая под льдами, была гораздо более сложной, чем предполагалось ранее. Далее исследователи обнаружили множество предметов быта, что указывает на наличие развитой культуры. Керамические сосуды с тонкой росписью и уникальными узорами были извлечены из-под льда, и эти находки свидетельствуют о высоком уровне мастерства древних жителей. Некоторые из этих сосудов, по всей видимости, использовались для хранения пищи и воды, тогда как другие, возможно, имели ритуальное значение. Эти артефакты открывают окно в мир повседневной жизни древних жителей, позволяя ученым представить, как они взаимодействовали с окружающей средой. К тому же особое внимание привлекли остатки неведомых на сегодняшний день животных. Останки позвоночных, которые были извлечены, указывают на существование экосистемы, совершенно не похожей на современную. Анализ ДНК показал, что некоторые из найденных видов, вероятно, были прекрасно адаптированы к холодным условиям. Это открытие ставит под сомнение привычные взгляды на фауну и флору Антарктиды и углубляет понимание биологического разнообразия региона в прошлом. В процессе исследования также были обнаружены необычные предметы, такие как амулеты и другие украшения, выполненные из неизвестных материалов. Некоторые из них были инкрустированы странными символами, которые не удается расшифровать даже современным лингвистам. Эти находки вызывают вопросы о религиозных или культурных практиках древних жителей. Что они символизировали? Какое значение имели для тех, кто их создавал? Эти предметы могут предоставить ценную информацию о верованиях и ритуалах, которые существовали в этой загадочной цивилизации. Не менее интригующей является находка инструментов, которые, судя по всему, использовались в повседневной жизни. Они были сделаны из материалов, которые ученые в настоящее время не могут точно идентифицировать. Эти инструменты позволяют предположить, что у древних жителей были свои уникальные технологии обработки материалов. Это открытие указывает на то, что они могли обрабатывать различные виды ресурсов, добывая полезные ископаемые и создавая предметы, необходимые для выживания. Еще одной важной находкой стали следы, указывающие на наличие охотничьих угодий. Ученые определили, что древние жители активно использовали местную флору и фауну для получения пищи. Они, вероятно, разрабатывали стратегии охоты, основанные на глубоких знаниях о поведении животных и растительности. Следы охоты, которые были найдены, подтверждают, что у них была высокоразвита система добычи ресурсов, что является важным аспектом для понимания их образа жизни. Все эти открытия подчеркивают, что цивилизация, существовавшая под льдами Антарктиды, была более сложной, чем многие могли подумать. Она могла функционировать и развиваться даже в условиях, которые сегодня кажутся совершенно неподходящими для жизни. Ученые продолжают анализировать находки, и каждый новый артефакт открывает новую страницу в истории этой загадочной культуры. С учетом растущего интереса и значимости находок в научном сообществе исследователи понимают, что они на пороге перемен. Их работа не только может изменить представление об истории человечества, но и вызвать пересмотр существующих теорий о развитии цивилизации в экстремальных условиях. Тайны, скрытые под многими метрами льда, постепенно начинают раскрываться, и каждое открытие приближает нас к пониманию того, как могли выживать и развиваться люди в условиях, которые ныне кажутся невыносимыми. Все это подводит к мысли, что исследования подледного города могут стать основой для пересмотра многих аспектов археологии и истории. Открытия в Антарктиде могут не только изменить наше восприятие древних цивилизаций, но и дать возможность взглянуть на человеческую историю с совершенно другой стороны. Это может стать отправной точкой для новых исследований, открывающих новые горизонты в понимании того, как люди адаптировались и выживали в самых суровых условиях на планете. Продолжение следует...